Бывают ситуации в жизни, когда мы вынуждены просить помощи даже у незнакомых людей. Болезнь ребенка, когда требуется дорогостоящее лечение и невозможно справиться с собственными силами, именно такая ситуация. Сегодня у нас в гостях президент фонда «Поможем вести» Наталья Дедова. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. Наталья, расскажите, пожалуйста, кто нуждается в помощи? На сегодняшний день нуждается в помощи 15-летний подросток Аня Подгорнова, жительница нашего города Клин, учится она в 10-м лице, в 9-м классе. У девочки диагноз лимфома, и девочка нуждается в нашей поддержке. Я знаю, какая-то и семейная непростая ситуация. Да, мама воспитывает двух девочек одна, они близнецы, и вот Анечка, к сожалению, заболела, у нее такой недуг. И мама вынуждена уйти с работы, и нам необходимо помочь этой семье. То есть эти деньги мы собираем и на лечение ребенка, и на разные нужды. У нее специализировано питание, то есть на проезд. Девочку необходимо возить в Балашиху. И мама вынуждена нанимать транспорт, чтобы ребенка туда отправлять. Наталья, можно перечислять деньги на расчетный счет, да? А еще вы постоянно проводите какие-то акции. Вот одна была в декабре. Расскажите, пожалуйста, что за акция? Да, в декабре мы запустили новогоднюю акцию «Волшебники среди нас». Эта акция была направлена тоже на сбор средств для Ани. То есть мы запустили календари на 2020 год с рисунками детских, детские рисунки клинских детей. Маленькие детишки рисовали нам рисунки на тему «Доброта глазами детей». Очень такой красивый, добрый календарик получился. И также у нас были представлены елочные игрушки со снегирями. Ну, снегири тоже символизируют сердце, красная грудка. Это очень красиво, приятно. И надпись была «Твори добро». То есть люди покупали эту атрибутику, и тем самым они помогали девочке. И мы собрали, благодаря этой акции не только были пожертвования, еще собрали 120 тысяч рублей. И мы, разумеется, эти деньги все перечислили маме, маме, девочке. Ну, достаточно крупная сумма. Но я знаю, что у вас еще масштабное мероприятие будет послезавтра, да, вот концерт. Расскажите о нем. Да, 30 января в 6 часов вечера в Стекольном состоится благотворительный концерт под названием «Волшебники среди нас», в котором примут участие клинские коллективы города. Дети будут выступать. А также наши друзья уже фонда. Это Мария Яроян, Катя Чистова, Луиза Имангулова. Участницы шоу «Голос». Они всегда поддерживают наш фонд, наших детей. То есть мы с этими девочками дружим. И они приезжают и бесплатно работают на благо здоровья ребенка. Я надеюсь, что все-таки клинчане откликнутся, да, и для Ани соберут нужную сумму. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию.